Всем привет, с вами GoBzor.com. Сегодня хочу поделиться опытом эксплуатации веб-камеры. Это флагманская веб-камера от компании Avermedia PWI 513 с поддержкой 4K и с целым рядом технологий искусственного интеллекта для обработки изображения. Приобрести можно свободно в российских магазинах. Более подробная цена всегда доступна по ссылке в описании к этому видео. Комплект ее включает само устройство, USB-C кабель и руководство пользователя. Выполнена в корпусе со строгим внешним видом. В оформлении преобладают темные цвета, форма в виде тубуса из металла. Изначально зафиксирована ножка крепления. С помощью нее можно поставить на монитор. А внутри мягкий резиновый уплотнитель. Он предотвращает скольжение и получение царапин на поверхности экрана. Блок веб-камеры также можно поставить на кронштейн или треногу. Тут крепление 1,4. Есть поворотная шторка. Она обеспечивает режим приватности. В центре объектива он собран из группы стеклянных линз. С обратной стороны USB-C. Здесь съемный кабель менеджмента. Вы сами сможете подобрать нужную длину кабеля и не при необходимости заменить. То есть можно, например, для актуальных ноутбуков взять USB-C и USB-C с нужной длиной. Комплектной длиной 1,5 метра. Я думаю, что внешний вид это не самая главная часть по веб-камере. Давайте посмотрим на программное обеспечение. И дальнейшая часть ролика уже записывается и ведется запись звука средствами микрофона на веб-камере Avermedia. Итак, это отдельная запись по камере Avermedia. Мы посмотрим, как работает у нас софт. Используя программу ComEngine, которая загружается в официальном сайте, мы поиграем сейчас с настройками и посмотрим, как все это работает. Так, для того, чтобы сразу начать, давайте мы начнем с интересной технологии. Это зеленый экран от NVIDIA RTX. Вы видели это в обзорах. Мы отмечали тоже во время теста видеокарты. Данная веб-камера эту технологию тоже поддерживает в паре с совместимыми видеокартами от NVIDIA. До того, как вы поставите NVIDIA Broadcast, здесь стоят ссылки, вы загружаете дополнительные пакеты и после этого функция становится активной. Итак, давайте я вот выключаю. То есть это обычная комната, никаких кромакеев нет, никакого специального оборудования, обычный свет, даже направленного света нет. И мы можем видеть, что у нас все это эффективно убирается. Звук, кстати, пишу на камеру Avermedia, мы можете здесь стоять. Сейчас стоит у меня примерно на уровне 70 усиления, то есть можно сделать побольше, если необходимо, по громкости. Итак, и функция здесь есть. У нас выставление по цвету, по файлу и по... То есть можно задать, например, жесткость. Вы можете больше спилить изображение, можете меньше. И стоит понимать, что сейчас у меня стоит максимальное изображение 4К, но естественно, что если вы будете проводить стрим, то есть вы можете здесь сделать, вывести учебный материал, и он у вас будет выходить. И вполне картинка нормальная, особенно если в каких-то походных условиях снимаете. У вас пока нет возможности оборудовать свою стриминговую студию, но и вот вы как раз можете пользоваться. Это все дает возможность сделать Avermedia 513. Так, далее. Есть у нас функция интересная, это композиция по определению. Вот, видите, то есть я двигаюсь, давайте, я отъеду, например, вот. Я отъезжаю, и камера у меня сама кадрирует. Очень удобно, если вы перемещаетесь по комнате. И здесь есть интересная функция. Это функция определения композиции на речь. То есть здесь тоже определяет. И причем, как вы можете видеть, здесь есть 15 пресетов, вы можете эскизы все это сделать, и между ними быстро переключаться. Так, давайте я верну изображение, отключу функцию отслеживания лица. То есть это камера поддержки как раз и такие технологии искусственного интеллекта. В верхней части программы есть зуммирование, вы тоже самое можете делать вручную, тоже зум. Здесь есть возможность поворота камеры, если вы как-то не так поставили, на треноге или что-то можно сделать. То есть и настройки, плюс вы можете сохранять. Здесь сделать снимок и восстановить по умолчанию. Раздел видео, для чего он нужен. Вы здесь корректируете вручную параметры, это яркость, например, вот контраст. Алиса, выключи гостиную. Я сейчас выключу свет для того, чтобы не было света и будет только свет от монитора. Алиса, выключи гостиную. Сейчас у нас выключится изображение, и мы будем смотреть. Окей, Google. Те, он офлайн. Сейчас я отключу еще панели световые на стене, чтобы ничего не мешало. То есть вот сейчас просто идет изображение от монитора, и мы можем здесь поиграть немножко с яркостью. То есть камера сама настраивается под мое изображение, и дополнительного света нет. Но естественно, что если вы проводите трансляцию, то можно поставить какую-то кольцевую лампу, дополнительный источник света. Ну и плюс в темноте, наверное, здесь вот это сейчас на автомате все стоит. То есть камера все равно подстраивается, но если я туда двигаюсь, она начинает корректироваться. То есть вы можете один раз выставить вручную, дальше вы работаете, у вас меняется слой, просто корректируете. И есть продвинутые настройки. Здесь автоматическая подстройка баланса есть, можно корректировать, так как вы хотите сделать холоднее. Алиса, включи гостиную. Я сейчас верну свет, чтобы у нас был подсветки света. Редко кто будет проводить в обычных условиях. Здесь же вот такая возможность у нас тоже есть. Из интересных функций есть функция антиблик и функция выключения. Для чего это нужно? Если вы опять же используете светодиодные лампы, если они у вас не очень хорошего качества и они мерцают, вы можете решить это выбором 60-60 Гц в зависимости от лампы, которые используются. Также можно выбрать баланс белого. Вы теплее, холоднее картинку, как вам нравится. То есть можете это сделать. Тоже корректируется. Следующая вкладка это функция улучшения лица. Такая гладкая кожа. Убираете морщины. Можно сделать красивее. То есть вот такое можно сделать молодое изображение. То есть эта камера тоже обрабатывает. На лету все это делается. И соответственно можете включать, выключать и улучшить картинку. Из сомнительных эффектов, возможно, тоже кому-то надо будет, но я для себя не нашел применения. Это вот такие вот эффекты. Там котики, поросята. Такого плана можно делать. Это все работает. И это тоже совместимо с функцией отслеживания лица. Мы сделали кадрирование. Давайте уберем еще раз фон. Вот. То есть вот все это откадрировалось и мы можем делать. И дальше мы можем уменьшать. Смотреть, как это идет изображение. И вот сейчас это все записалось. Напомню, звук записывал на камеру AverMedia. AverMedia.